Всем привет! С вами Андрей Сонар. Прекрасное утро. Мы встречаем на очень интересном водоеме и на очень интересных плавсредствах. Сейчас втроем пойдем на двух бигфишпаках искать щуку. Найдем, не найдем, не знаю, но попытаться стоит. Тут какая-то массовка блогеров. Вот блогеры, лютые походники. Вот вроде блогер Андрей Сонар. И вот блогеры. Вот все блогеры. Здесь фоксносфишинг канал о рыбалке, о походах, о походной кухне. Подписывайтесь на наш канал, будем рады. Вот так вот. Лютые походники. Андрей и Толя сейчас первый раз пойдут на вот таком вот плавсредстве. Это бигфишпак двухместный. А я пойду на своем любимом с оранжевой полосочкой одноместном. Стабилизаторы курса мы сегодня благополучно забыли, так что буду вспоминать, как грести с управляющими, корректирующими грибками. А вот как они будут грести, я вообще не знаю. Так, а что это вы как-то забавно вытащите? Не, не так на баллон, так перевернешься. А, да? Да, это же каяк, это тебе не лодка. Он хотя и очень широкий и много чего прощает, но на борт становиться и висеть снаружи это не очень хорошо. Так, теперь хватайте весло. Теперь я еду перевернуто. Да, я же говорю, привыкайте сразу к правильному развороту. О! Первый раз на каяке и уже, в принципе, плывут куда-то вперед. И даже их не крутит. Ой, как без стабилизатор-то непривычно! К хорошему ты всегда привыкаешь, когда стабилизатор стоит. Значит, вспоминать этот подворачивающий грибок. Ну вот, вспомнил, собственно. Это как на велосипеде, не забывается. А вот лютым сейчас весело. Первый раз грибут. И сразу ветер такой нормальный. Ну что, лютым походником лютое испытание. Нам примерно... О, где птички полетели, только к тому берегу. Лютые уже не отстают. Ну правильно, птички шпаг двойка, он чуть-чуть побыстрее, чем единичка. И они в два весла грибут. Хоть в два неопытных весла, но это лучше, чем одно весло. Поэтому не отстают. На хвосте висят. Вот так, лютые взяли, да уже обрыбились. Пока просто до точки шли. Поймали щуренка. А я, пожалуй, дойду до тросты и буду в заброс ловить. Вот, лютые уже освоились в большом бигфишпаке. Обратите внимание на осадку. Сейчас он сидит там двое со шмурдиком. А оно где-то на четверть баллона всего осело. Вот такая у нее грузоподъемность. Может быть, на третье. О, как лихо чесанули! Их и не догнать будет. Вот такие новоявленные байдарочники. Правда, их заносит еще немножко. Стабилизатор бы был. Он бы им помог. Но, тем не менее, против ветра, против такого хорошего ветра идут галсами. А я дальше туда, до мыса дойду. Вот, друзья, ветер усилился. Ветер вдоль озера. Мы сейчас на дальней стороне. Поэтому принимаем на себя всю силу ветра. Друзья мои, вот сейчас передо мной поперек прокатываются такие достаточно достойные валы. Это неплохое испытание для бигфишпаков. Больше я беспокоюсь, конечно, за новичков, которые в лодку каячного типа сели первый раз в жизни сегодня. Причем сразу вдвоем, в одну. Но, я думаю, бигфишпак второй их вывезет как надо. Бигфишпак второй их вывезет. Славное море, священный Байкал. Славный корабль, амулевая бочка. Эй, баргузин, пошевеливай вал. Молодцу плыть недалечко. Эй, баргузин, пошевеливай вал. Молодцу плыть недалечко. Вы поглядите, занимаются видеосъемками. Вон, вместо весла селфи-палка. Как это по-нашему, по-блогерски. Шесть метров глубина. Шесть. Вот так, друзья, смотрите. На парашюте идем. Еле-еле движемся. Ветер, волна сильные. Эй, крокодил не ловится. Вот сейчас как несет сильно. Берем парашют, выкидываем его в воду. Что вы расправляете? Ну, через некоторое время расправится. О, все. Да. Метр, метр примерно. А по идее, это просто тряпка. Просто кусок тряпки. Ты видишь, этот кусок тряпки меня остановил. Ага. Вон, как их просто несет. А я практически стою на месте. Привет! Блин. Холодно, зараза. Так, рыбешку мы отпускаем. Давай, коробка. Колбаса. Пошла, 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 пошла. Пошла. Ребята, у меня идея появилась на следующее лето. Прикупить что-то типа вот такой лодочке. Но для того, чтобы нужно было справиться, варечка по луги. Я, конечно, не сторонник считать рыбалку, когда не поймал ни одной рыбки успешную. Но по катушке, я считаю, прошли очень успешно. Два бигфишпака попрыгали весело на волнах. Прошли в одну сторону озера, в другую сторону озера. Было хорошо и весело. С вами был Андрей Сонар. Всем пока.